Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Встречайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро! Доброе утро, наши дорогие слушатели, юные открыватели и открывательницы, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы юных открывателей и открывательниц, и уважаемые бабушки и дедушки. 10 часов 5-7 минут в городе Кирове. Это программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. Меня зовут Николай Голиков. Всем привет! Сегодня вести программу мне помогают Вика Соколова. Вика, доброе утро! Как дела? Хорошо. Как первый июльский денек? Отлично. Отлично начался все. И Миша Голиков. Привет. Как твои дела? Нормально. Как твой первый июльский денек? Слишком жаркий. Слишком жаркий. Ну, разве это плохо? Не очень хорошо. Две недели назад все жаловались, что слишком холодно. Сейчас слишком жарко. Вам не угодишь. Ну что, ребят, в четверг мы с вами вместе побывали где? В детском космическом центре. Вика, где вы были? В детском космическом центре. Совершенно верно. Мы были там все вместе на экскурсии. Что тебе больше всего, Вик, понравилось там? Планетарий понравилось. Планетария понравилась тебе, Миша? Мне тоже планетарий. Планетарий всем понравился. И лифты. А, лифты? И смотровая площадка. Смотровая площадка мне тоже понравилась. Там красиво, конечно. Видно, старый город. Прекрасный. Поэтому, как вы поняли, мы сегодня будем говорить про детский космический центр. И в гостях у нас сегодня заместитель директора Кировского детского космического центра по научной и научно-фондовой работе. Евгений Кайсин. Евгений Игоревич, доброе утро. Доброе утро. Как ваш первый день, юльский денек? Да все хорошо, все прекрасно. Выходной день. Ну, выходной день, это всегда здорово. Вот. Как всегда у нас в программе сегодня будет много вопросов. Готовьтесь на них отвечать. Наш телефон 211-101. Ну, если у вас там есть желание отправить нам смс-ку, можете отправить. 8-909-720-101-0. Легко запомнить. Такая же, как и наша волна. Вот. Будут вопросы и будут призы. Кто сегодня перечислит список призов? Я. Перечисляй. Сегодня у нас есть книги. Энциклопедия России. 6+. Астрономия и космос. 100 фактов. 6+. Энциклопедия «Космос». Для читателей от 6 лет. Наталья Щерба. Часодей. Часовое имя. 12+. Шейна. Малдун. Зеппа. И Амет. Зеппа. Скарлетт. И тайная звездная посланница. 6+. Фред. Адра. Лис. Улисс. И ловушка для земли. 12+. И у нас есть приглашение. Приглашение на двоих в Театр кукол на спектакль «Кот в сапогах». 8 июля в 11.00. Приглашение на двоих в КТК «Фезоки». Приглашение на двоих в кинотеатр «Смена». Приглашение на двоих в выставочный зал Вятского художественного музея. На выставку «Тысяча и одно кимоно». Продолжение. 6+. Приглашение на двоих на экскурсию в детский космический центр. 0+. Отлично. Так что запомните еще раз наш телефон 211.01. Ну, Вика, задай свой первый вопрос пока, чтобы не скучали наши слушатели, чтобы уже включили свои гаджеты. Какое созвездие самое длинное? На каком полушарии неба, которое мы видим? Вообще из всех созвездий. А, вообще из всех созвездий. То есть надо будет рассмотреть всю карту звездного неба. Самое длинное такое. В общем, с любой стороны. С любой стороны. Ну, я как бы ответ уже знаю тихонечко, потому что в детстве очень любил астрономию. А я хочу обратить внимание, вот, к сожалению, я всегда жалею, что у нас здесь не телевидение, да? Кто-то, конечно, потом эту запись увидит. Вот прямо сейчас в эфире у нас сегодня стол просто полон всяких совершенно необычных вещей, которые принес наш гость. Евгений, что вот это у нас такое вот красивующее? Ну, среди уникальных вещей, которые мы сегодня взяли, это экспонаты из фондов Музея Циолковской авиации и космонавтики, или Детского космического центра. Ну, одна из них — это личный полетный костюм Виктора Петровича Савиных, который он использовал во время своего третьего космического полета, который он совершил на космическую станцию «Мир». В таком костюме он работал каждый день в ходе полета 1988 года. Работал он на, собственно, космической станции «Мир», совершал разные эксперименты, проводил разную работу. То есть этот костюм реально побывал в космосе? Да, действительно, этот костюм был в космосе. Кстати, в этом году, 7 июня, отмечался юбилей третьего полета Виктора Петровича Савиных. У нас в Детском космическом центре прошло очень интересное мероприятие для учащихся 10-й школы и 27-й школы. Им мы рассказали о этом полете. И, собственно, был небольшой сеанс связи даже с Виктором Петровичем. Он в это время был в Болгарии, поскольку этот полет был совместный, советско-болгарский. Александр Александров, по-моему, был в Болгарии. Легко запомнить Александр Александров. Он в это время был в Болгарии, но все-таки выделил нам время и пообщался немножко с ребятами. До чего дошел прогресс? Этот костюм, он чем-то необычен? Вроде вот на вид обычный комбинезон, да? Он изготовлен из высококачественного хлопка. Вообще вся одежда космонавтов изготавливается из этого материала. Ну, по сути, вот обычный костюм для работы в космосе. Ну, например, в экспозиции еще Детского космического центра представлен похожий костюм, который использовал Савиных во время своего второго полета 1985 года. Но его фишка в том, что Виктор Петрович после полета его взял к себе на родину и, собственно, даже катался в нем на лыжах. То есть костюм очень теплый и очень удобный. Ну, если его в космосе, можно использовать, что он не использует на Земле. А он снег не пропускает? Ну, он может вымыкнуть, я подозреваю, но в нем, по крайней мере, тепло. Но вы пока не пробовали его там, намочить, там, исследовать как-то его? Честно говоря, нет. Ну, в принципе, конечно, конечно, к экспонатам у нас очень бережное отношение. Конечно, к экспонатам, да, конечно, бережное отношение, бережное должно быть. А вот эти вот коробочки такие замечательные, это что у нас там? Слушайте, ребят, вы все растащили по углам? Хоть покажите, что вы тут у вас? Вот, ребят, продемонстрируйте. Это образцы космической зубной пасты, самой настоящей. Такую зубную... Так, и два чубика. Да, такую зубную пасту производят у нас в городе Кирове-Чепецке на предприятии «Орбита-СП». Космонавты сначала чистят зубы из тюбика под номером один. Так, тюбик номер один из которых? Тюбик один, вот он с синей деткой, да. Чтобы не перепутали. Да, рот они не получат и чистят зубы из второго тюбика. И таким образом на зубах происходит химическая реакция, и зубы космонавтов очень хорошо защищены. При этом они могут чистить зубы, собственно, как зубной щеткой, а могут так и пальцем. То есть с помощью такой своеобразного напальчника. И такое своеобразное исполнение детской мечты – почистить зубы, но пальцем. Такие два способа. То есть как бы это для того, чтобы еще и вода экономилась, наверное, да? Ну, в некотором роде, да. Да, и с другой стороны, как бы мыть как? Как зубы чистим? Ну-ка, изобрази. Ну... А потом что? А потом полоскаем. Ну, космонавты могут воду в специальной салфетке изо рта пропустить. То есть могут, да? Да. То есть она так вот летать-то у них не будет? Нет, конечно, вода у них не летает, это достаточно опасно. Вообще предметы космонавтов, как правило, на космической станции, если они что-то уронили, может быть, потеряли, ну, допустим, какую-то гайку. Все они, как правило, летят в специальный воздушный фильтр, потому что на станции есть такая тяга, и все предметы, они тянутся в одну точку. Если что-то космонавты потеряли, вот мелко, они всегда летят сначала к этому воздушному фильтру, и, как правило, они все свои предметы эти находят в этом фильтре. Этот фильтр регулярно чистят, там пыль и так далее, ну и предметы разные, собственно, находят. Это как кондиционер или пылесос? Скорее пылесос. Скорее пылесос. Кстати, между прочим, вот я думаю, для наших детишек, да, вот такие штуки в квартирах устраивать, они же с ним все теряют. Магниты, может быть. Такое же точно сделать, фильтр где-нибудь в квартире, да? Было бы очень удобно. В школах тоже надо такие вещи делать, потому что обычно из школ возвращаются без ничего-нибудь обязательно. Двойную обувь там можно найти. Да, 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 чтобы знать, в каком месте искать. Вика, повтори еще раз вопросик, чтобы у нас вспомнили, что мы спрашиваем. Какое созвездие самое длинное? Какое созвездие на небе самое длинное. Так, что-то у нас пока с этим, с созвездиями тихо. Так, что у нас еще здесь на столе такое интересное? Из интригующего всегда больше всего вопросов, это образцы пищи космонавтов, то есть что космонавты кушают на космической станции. Ну, можно начать с того, что общепринятое мнение, что космонавты кушают, как правило, из тюбиков. На самом деле это не так. В тюбиках пища очень быстро портится и становится невкусной. Ну, раньше кушали постоянно из тюбиков, сейчас же пищу помещают в специальные пакеты. При этом пищу предварительно сушат в очень сложных условиях, и она приобретает несколько такой, может быть, сморщенный, не очень вкусный вид. Вид, конечно, да. Да, вот здесь вот вы видите, это рагу овощное. Да, еще у нас там есть сок, как вы видите, он сухой, и есть еще чай с сахаром. Хлеб чуть попозже расскажу. Чтобы космонавт мог покушать такую еду, сначала он должен вскрыть такой пакет и залить туда воду. На космической станции в бытовой зоне есть специальные краны. Космонавт подносит этот пакет к крану, нажимает кнопку, и туда заливается вода. Нам показывали, по-моему, фильм этот, да? Да, есть действительно фильм очень интересный, который показывает, собственно, весь этот процесс. Там нам показывали, как чай, по-моему, он наливал. А не просто воду. По-моему, чай там такой же вот какой-то пакетик был. Ну, скорее чай. Вот такая штучка, да, вон туда? Да, если это в зале пилотирома космонавтика, то, наверное, там был, скорее всего, чай, да. Ну и через 10-15 минут пища готова, и космонавты могут покушать. Они вскрывают пакеты и кушают обычными столовыми приборами. Пища в это время не летая, а у космонавтов они ее кушают обычными столовыми приборами, то есть вилками, ложками. Она сохраняет определенную свою вязкость, и, то есть, ну, грубо говоря, она прилипает также к ложке, и космонавт очень аккуратно может покушать. Ну, единственная проблема может быть, допустим, с рисом, поскольку рис очень такой непослушный и может действительно летать. Ну, если рис, то это же рагуни летает, то ложка ведь летать может. Ложку, как правило, могут привязать к своей одежде, чтобы она не улетела далеко. Там даже есть у нас вот в старом здании музея, в музее Циолковской авиации и космонавтики, образцы вот этой вот столовых приборов, и у них как раз есть вот такая вот веревка. Их тоже, кстати, можно посмотреть у нас в музее. Мы забыли там, что-то я не помню. А хлеб? Нет, нет, про вилки-то и ложки мы были тоже в этом старом здании, ходили специально, смотрели, там тоже интересно ведь очень много всего. А про хлеб теперь? Хлеб, ну, посмотрите, он состоит как бы из множества маленьких буханочек, вот, фактически это на два укуса взрослому человеку, космонавту. Почему космонавты не берут с собой привычную нам с вами буханку черного хлеба? Дело в том, что когда мы с вами режем хлеб, от него остаются что? Крошки. Крошки. И что будет с крошками в космосе на космической станции или на корабле? Ответьте. Что с ними произойдет? А я вот сейчас скажу, что с ними произойдет. Ваша версия, Вика, вот как думаешь, что с ними произойдет? Он будет летать в небесом месте? Да, абсолютно верно. Забьется этот фильтр? Ну, не обязательно фильтр, они могут попасть в различные механизмы, под одежду космонавтам, навредить их работе. Есть, кстати, известный такой забавный, курьезный случай, ну, достаточно еще опасный, так называемый сэндвичевый инцидент. Американский астронавт Джон Янг в 1965 году взял с собой контрабанды, то есть тайком, под скафандрой, пронес с собой бутерброд с солониной. Ну, это мясо. Когда пришло время, собственно, покушать уже в космосе непосредственно, он достает этот бутерброд, показывает своему командиру, он, естественно, в шоке, очень удивлен, откуда этот бутерброд, он говорит, а я с собой его взял. Они начали его кушать, и эти крошки действительно разлетелись по космическому кораблю, и это была очень большая опасность, они потом очень-очень долгое время это устраняли, эти крошки, они действительно начали летать, попадать под одежду и так далее, механизмы. И после уже полета Джону Янгу был сделан очень строгий выговор, но, тем не менее, это не помешало ему слетать потом еще раз. В каком году был еще? В 1965-е. А в следующий раз он снова с бутербродом полетел? Нет, нет, уже без, но очень горьким опытом летал еще раз. Так что вот, все сложно там с этим делом. Вот, ну что, давайте теперь слово передадим нашим соведущим, да? Миш, ты сказал, что тебе больше всего, где понравилось? Нет, давай начнем с Вики, девчонкам первое слово. Вика, тебе где больше всего понравилось? В зале, где рассказывали о Викторе Савиных. О Викторе Савиных? Да. И что, узнала? Что он родился в небольшом селе Березкино, находящемся в Оречевском районе. 7 марта 1940 года. Он пошел в школу, окончил ее, как и многие другие школьники, в 17 лет. Вика, а ты помнишь, как он учился в школе? Нам же говорили. Учился достаточно плохо. Ну, не сказать, чтобы плохо. Ну, я бы сказал, там, в среднем, да? В среднем. В среднем, как нормальные все пацаны, скажем, да? Ну, затем он потом был круглым отличником. Ну, это тоже нам потом сказали, мы сейчас про Кабрышкова говорим. Да, это тоже меня немножко удивило. Нормальный парень был, короче, в юности. Потом он поступил в Пермский техникум железнодорожного транспорта. И получил квалификацию путеец-техник. На достигнутом молодой Виктор Петрович Савиных не остановился. И окончил институт, получив квалификацию инженер-механик-оптик. Впрочем, этого ему оказалось мало. И он остался в аспирантуре того же учебного заведения. Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. После его окончания им была защищена кандидатская. Еще через пять лет защищена докторская. После этого он решил начать карьеру дипломата, для чего ему потребовалось получить диплом дипломатической академии. О как! Всего у Савиных... Сколько нужно всего, чтобы стать космонавтом, да? Сколько высших образований? Всего у Савиных было три полета. Но самым опасным, пожалуй, был второй полет. Это был самый длительный полет из тех, что выпали на долю Савиных. Около четырех месяцев длилась экспедиция на Салют-7. Первый этап состоял из восстановления всех функций станций. Совместная работа с Дженни Бековым дала отличный результат. И работоспособность станции была восстановлена. В рамках этого задания Савиных вышел в открытый космос. И работа вне корабля заняла пять часов. А ты помнишь, в чем была проблема, почему они полетели к этой станции? Нами тоже рассказывали, когда мы ходили туда на экскурсию. Там не солнечные батареи сломались? Ну, на самом деле, станция в то время перешла в неуправляемый полет. На станции не было людей. И с ней, ну, фактически была потеряна связь. И перед космонавтами в составе Савиных и Дженни Бекова стояла очень сложная задача. Они должны были прилететь к этой станции, вручную состыковаться и выяснить, что же с ней произошло. И действительно, когда они прибыли на эту космическую станцию, они выяснили, что там полностью отсутствовало электричество. Ее внутренние части были целиком полностью покрыты льдом. И космонавты начали выявлять причины и устранять их. Собственно, они вышли в открытый космос, восстановили работу солнечных батарей, добавили солнечных батарей, развернули ее в сторону Солнца. И постепенно электричество начали восстанавливать. И, собственно, действительно данный полет был одним из самых сложных в истории отечественной и мировой космонавтики. Ну и он, собственно, за этот полет уже был Виктором Петровичем достоин звания Героя Советского Союза. Как нам объяснили во время актурации, помните, что если бы они этого не сделали, станция, что могло случиться? Упасть. Упасть на Землю. Да, и неизвестно куда при этом. Кстати, интересный факт. Я вот еще читал, не знаю, честно говоря, насколько это правда, но станция, вот когда ее уже топили непосредственно, точнее, предполагалось, что она целиком полностью сгорит в верхних слоях атмосферы, даже говорили, что часть станции, одна из труб, упала где-то в горах, в Андах, насколько я знаю. И один местный фермер нашел эту трубу и сделал из нее печку. Использование вещей. Вот так. Труба выдержала такое падение и осталось. Представьте, какая там печка. Закалка какая, безусловно. То есть нам как бы сказали, что если бы, на самом деле, Савиных и Дженебеков не слетали, не привели в порядок, то еще до 1986 года, то есть до Чернобыля, на Земле могла быть еще одна катастрофа, неизвестная совершенно, потому что было непонятно, где она может упасть. Ну, на самом деле, это действительно очень опасные такие случаи, когда станции реально переходят в неуправляемый полет. Вот недавно как раз станция Тиньгун китайская тоже, собственно, была затоплена. И не совсем было точно известно, куда она упадет. Так что очень важный был полет не только для космонавтики, скажем, а вообще для жителей Земли, потому что, как бы, куда она могла упасть. Там хорошо, там труба Ланда упала, где там немного людей живет. Могла быть на какой-то населенный пункт. На улицу, например, живет. Да, та же труба могла бы дел наделать. Ну, что еще про Виктора Петровича у нас? То, что у него было очень много наград. Дважды герой Советского Союза, герой Монголии и Болгарии. Почему думаешь, он герой Болгарии? Потому что, ну, третий полет был совершен вместе с болгарскими космонавтами. С болгарским космонавтом, да. Кстати, вот по поводу Монголии, в первом полете вместе с Владимиром Коваленком на станции «Салют-6», еще тогда, в 1981 году, они на станции встретили первого космонавта Монголии, которому после полета дали имя «Сансар», что означает «космос» с монгольского. И также встретили Дмитру Прунарию, это первый космонавт Румынии. Румынии, то есть к ним там такие гости приезжали. Приезжали, прилетали, да, периодически. Ехать туда долго, мне кажется. Ехать, да, туда, и ни на чем не доедешь. Так, что-то у нас про самое длинное созветие люди молчат. Давайте пусть пока вопрос висит. Миш, задай свой вопросик. А может, я тогда сначала про планетарий расскажу, и потом уже прямо... А у тебя вопрос про планетарий, да? Ну, можно и другой. Вопрос, ну, давай про планетарий вопрос задавай, потом рассказывай. Ты можешь ведь начать-то? Ну, ладно. Слово «планетарий» произошло от слова «планета». Ну, понятно, да. И что с греческого означает «планета»? Переводит в греческого, означает «планета». Ну, что, думаю, это тоже вопрос для гаджета. Ну, ладно. А ты, значит, будешь рассказывать нам про планетарий? Давай. Мне там очень понравилось, так как, во-первых, там очень качественное изображение. Много проекторов. И там стулья очень хорошие. Дергаешь за рычажок, и они опускаются. Ну, так правильно. Там где изображение? Наверху. Наверху, понятно. А там высоко оно? Восемь метров. Восемь метров – это купол, да? Да. А диаметр? Двенадцать метров. Вот, сейчас, смотри, запомнил. Мальчишки, они чем хорошие, они все цифры заполняют. Слушай, ты, может быть, помнишь, кто здесь стулья сделал? Стулья наши, российские. Российские стулья, да? А купол? Американский, по-моему. А кто его монтировал? Не помню. А нам сказали, кто его монтировал. Ты почти уже ответил сам на свой вопрос. Американцы. Американцы, да, приезжали. Но там, правда, купол очень красивый, да? А что тебе вот там показывали? Помнишь? Про солнечную систему фильм. Понравилось? Да. Что очень понравилось? Ну, качество, когда летели через пояс астероидов. Ну, не летели, а показывали. Такое чувство, что влетишь в этот астероид. Потому что там изображение было огромное. Так оно огромное, оно такое выпуклое. Ну, да, создается ощущение, что трехмерного, только без очков. Страшно было? Ну, так. Голова не кружилась? Нет. Не кружилась? Было понятно, что в планетарии, что не влетишь, но все-таки. Ну, хорошо, значит. Ну, в планетарии вы видели только один фильм. У нас их, собственно, несколько, несколько программ. Допустим, созвездие летнего неба, небесные явления 2018 года. Мы постепенно разрабатываем разные мероприятия и показываем тоже разные фильмы. Поэтому есть стимул посетить планетарий еще раз. Будем ждать. А там вот смотрите, вообще как у вас устроено? То есть можно просто прийти в планетарий, да? Ну, смотрите, у нас сеансы идут. Какие-то вот такие комплексные экскурсии, что вам можно вообще везти? Нет, у нас проще сделано в планетарии. Сеансы просто идут каждый час с 10 до 6 вечера. Ну, в четверг, во вторую смену, с 12 до 8. То есть любой желающий может... То есть как в кинотеатре? Да, фактически это кинотеатр. Сначала, как строится формат? Сначала идет небольшой такой лекционный материал с демонстрацией возможностей нашего планетария. А затем мы смотрим небольшой фильм, уже полнокупольный непосредственно. И примерно сколько вот этот сеанс вечера? 45 минут. 45 минут. 45 минут. Вы практически как в кино можно сходить. И там разные у вас как бы вот эти программы. Разные программы, да. То есть я говорю, можно несколько раз посетить планетарий и совершенно разные фактические услуги получить. А еще мы посетили с вами что с самого начала? Все вместе. Где вы втроем все работали? Мы ходили, еще у нас с нами была Соня Занько, которая сегодня прогуливает наш эфир. По непонятным нам причинам. Где мы были? Ну, чем занимались? С стыковкой. С МКС. С МКС. На компьютерах. На компьютерах. А вы знаете, вот как бы, каков был уровень этих компьютеров? Что это не просто так ведь компьютеры? Компьютеры с загруженными программами. Это точно такие же компьютеры, на которых тренируются настоящие космонавты. То есть вы не просто так вот сели, вот знаешь, вот за этот ноутбук и что-то понажимали. Вы как настоящие космонавты прошли, можно сказать, тренировку. Это правда? Да, действительно. Оборудование, которое размещено в интерактивном зале, которое мы называем виртуальная космонавтика. Во, виртуальная космонавтика. Вот я вы были. Оно аналогично тому, что есть в центре подготовки космонавтов, где действительно космонавтов готовят к космическому полету. Там суммарно у нас находятся четыре тренажера общей сложности. Вот вы назвали один из этих тренажеров. Это виртуальный аналог космического корабля «Союз ТМА». То есть там можно отработать стыковку с космической станцией. Вот, наверное, многие смотрели фильм «Салют-7», как раз, кстати, который посвящен полету Виктора Петровича Савиных 1985 года. И там можно, и, наверное, видели в этом фильме, как стыковывались стыковка космического корабля со станцией «Салют-7». Вот, фактически там можно воссоздать эту ситуацию и отработать стыковку с космической станцией. Еще один... Мы управляем. Можно так, да. Ну, можно так. Разные варианты, да. Евгений, мы маленькую паузу сделаем, потому что у нас, наконец-таки, появился желающий ответить на вопрос. Добрый день. Добрый день. Кто будет беседовать? Миша, давай. Миталий. Ага. Привет. Здравствуйте. На какой вопрос ты хочешь ответить? Какое самое длинное в своем виде? А, тогда это к Вике. Вика, продолжай. Сколько тебе лет? Семь. Ага. Ну, ответ на вопрос. Гидра. Это правильно, молодец. Отлично. Какой приз ты хотел бы получить? Не знаю. Так, давайте мы сделаем, как обычно, переадресуем к нашему редактору. Сейчас трубочку не клади, с тобой наш редактор поговорит, и ты выберешь себе тот приз, который бы ты хотел получить. А мы пока сделаем небольшой перерывчик. Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут. Я верю, друзья, караваны, ракет, помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках, в далеких планет, останутся наши следы. На пыльных тропинках, в далеких планет, останутся наши следы. Когда-нибудь с годами, припомним мы с друзьями, Как по дорогам звездным вели мы первый путь. Как первыми сумели достичь заветной цели, И на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны, ракет, помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках, в далеких планет, останутся наши следы. На пыльных тропинках, в далеких планет. То есть мы с вами поговорили о стыковке, тренажер-стыковке. Есть еще... Давайте немножко еще о стыковке. Смотрите, ребята там провели эту работу, их трое уселось. Один изображал, как бы был командиром корабля, Один был бортинженером, правильно? А Вика была космонавтом-исследователем. Ей это не очень понравилось. Потому что она не понимала, все что-то делали, а она, как выяснилось, просто исследовала. А потом там же, после того, как они все провели, их куда еще запустили? Куда вас, ребята, запустили? Спускаемый аппарат. Это что такое спускаемый аппарат? Это капсула, которая летит из космоса на Землю. Просто так летит и все, что ли? Летит и падает? Нет, там еще парашюты есть. Вот, уже как-то проще стало, да. А что там внутри вы нашли? Ну, то же самое оборудование, что и на компьютерах, просто уже настоящее. Ага, уже настоящее. А куда вы уселись? Или улеглись? В креслах. А как эти кресла называются, помните? У них твое специальное название. Ложемен. Ух ты, правильно, молодец. Вот, и на память об этом я смотрю, у Вики на груди горит медаль. Что там? За успешную стыковку. Ну вот, значит, можно вас отправить в космос? Стыковка прошла успешно. Но на самом деле, то есть, да, ведь вот я посмотрел, когда. Там вроде бы такая несложная была задача. То есть, как бы, там не вертелась станция, не вращалась там никак. И то есть, сколько времени ушло на это вот? Ну да, то есть, действительно, для начинающих это самые простые условия. То есть, прямая стыковка непосредственно. То есть, можно задавать разные условия. Можно вообще там где-то сбоку космической станции. И достаточно сложно подлететь реально к месту стыковки с космической станцией. Но это уже для более опытных ребят. Как раз у нас будет, мы надеемся, что у нас 1 сентября будет работать клуб. На постоянной основе для учащихся, собственно, где мы можем организовать вот это вот обучение. Так, давайте тогда уже о клубе, если мы сказали это слово. А как в этот клуб? Кто может попасть? Ну, учащийся, наверное, от 5-го класса. И, собственно, можно бы там будет заниматься. То есть, любой учащийся 5-го класса? Или что? Ну, который больше старше 5-го. Ну, ты как раз старше 5-го. Подумай об этом. У тебя получилось первый раз? Может быть, и космонавтом станешь? Ну, клуб космонавтов сам, он не ограничивается, естественно, только стыковкой. Там же очень много разных. Да, там, например, виртуальный аналог международной космической станции. То есть, там можно изучить все внутреннее строение космической станции, какие там есть отсеки, где космонавты проводят больше времени. А, это напротив, где компьютер стоит? Да, 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 да. Немножко там картинку, я помню, видел, но саму-то экскурсию не провели мне. Вот. Можно там, собственно, полетать по этой космической станции, посмотреть, какое там есть оборудование. И для наглядности мы там тоже показываем небольшие видеоролики, как это действительно в реальности выглядит, и, собственно, на этой станции полетать. Вот. Снова маленькая пауза. Запомните, на чем остановились. Ну, а, значит, видимо, сейчас Миша на твой вопрос будет отвечать. Привет. Как тебя зовут? Да, нет. Сколько тебе лет? Восемь. И какой ответ на вопрос? Это какая-то планета. Да. И что это такое? Планета — это небесные села, обращающиеся по орбите на круг звезд. Ну, определение правильное. Вот как бы ты... Вопрос-то был немножко другой. Вопрос был, что это слово значило в переводе на русский язык. Ну, ответ правильный. А ты правильный, безусловно, да. Не посмотрела? Странник. Странник, совершенно правильно. Правильно. Правильный ответ. И какой приз ты выберешь? Из чего? Из списка? Давай так же сделаем. К редактору. Ага. Не клади трубочку, сейчас редактор с тобой поговорит и объяснит, какой приз ты сможешь получить за свой правильный ответ. Ну, а мы, чтобы дальше продолжать. Вика... А, нет. Евгений. Да, ну, помимо виртуального аналога Международной космической станции... Нет, Евгений. Вопрос. А, мой вопрос. Вопрос. Мягкую игрушечку, да? Да, игрушка. А то, знаешь, тоже, может, в скафандре... Нет, маленькая игрушка. Подожди, тихонько. Мягкая игрушка. Да, маленькую, мягкую. Зачем космодавты берут с собой в полет? Маленькую, мягкую игрушку. Маленькую игрушку. Отличный вопрос. Ну, и продолжаем тогда вот про эти вот, про тренажеры, да, потому что... Кроме Международной космической станции, стыковки и спускаемого аппарата космического корабля, есть еще Центр управления полетами. Там в самом дальнем углу. Да, да, да. Тоже он такой достаточно непростой. Там нужно определенное время, чтобы с ним разобраться. И он позволяет отслеживать, где же сейчас пролетают космические корабли. И он связан вот со всеми тренажерами, которые есть в этом зале. То есть это своего рода связь на Земле с людьми, которые сейчас находятся в космосе. Я правильно ли понял, что когда ребята сидят и стыкуются, например, да, то вот из того угла, где Центр управления полетом, они как бы вот... Их могут направлять. Их могут направлять, подсказки какие-то давать, да. Ну, это интереснее еще даже, чем вот это было-то. Ну, это действительно... То есть как бы уже... В общем, почти как настоящее получается все, да? А, слушайте, вот такие Центры, они вот только в Кирове сейчас с таким уровнем аппаратуры? На самом деле Детский космический Центр уникален тем, что здесь есть полный комплекс вот этих тренажеров. Части таких тренажеров, похоже, есть в Москве, в Нижнем Новгороде. То есть в Москве только части, похоже? Нет, там есть, если не ошибаюсь, пускаем аппарат только вот, например. В Новочеркасске. Новочеркасск, кстати, производитель как раз этого оборудования. То есть не только в Кирове, но и немного где-то. Да, четыре города суммарно. Четыре города всего? В общей сложности четыре города. Вот так вот. Вот так вот. А я слышал, Вика, ты была в ком-то тоже вот в космическом центре, только в другом городе? Да. А где? В Ярославле. А что там за центр? Имени Валентины Терешковой. А кто такая Валентина Терешкова? Первая женщина-космонавт. Ну вот все знают, а слушай, с такими людьми. Ну понравилось тебе там? Да. А где больше понравилось? Мы были только в Планетарии. А там только в Планетарии? Ну а там кроме Планетария-то что-то есть? Вам рассказывали? Нет. Нет, не рассказывали, как в Планетарии сходили. Да. Ну вот так вот со стороны, если посмотреть, да вот вы там заходили, здесь у нас где красивей? Ну в Кирове мне больше понравилось. В Кирове больше понравилось. Я не был в Ярославле, но я почти уверен, что мне тоже в Кирове наверняка больше понравилось. Потому что очень красиво, конечно, у нас все построили. Но здание новое. Здание новое. В центре Терешкова еще помимо Планетария есть, естественно, тоже экспозиционные залы, выставки тоже там есть. То есть по уровню он примерно такой же, да? Ну плюс-минус. А не было такой мысли, скажем, у вас, что смотрите, в разных городах люди занимаются теми же изучением имитаций космических полетов. Какое-то такое соревнование замутить, кто крутит космос, летает. Ну да, действительно, у нас на основе как раз вот этого клуба виртуальной космонавтики, о котором мы говорили, мы планировали с участниками клубов космонавтики провести межрегиональный. Клуба еще нету пока? Пока еще нет. В будущем сразу мы, конечно, это не сможем. Но в перспективе провести некое соревнование, допустим, на основе клуба космонавтов виртуальной космонавтики из разных городов, создать экипажи и провести здесь, например, также встречу с Виктором Петровичем Савиных, с Владимиром Джинбековым, допустим. И они расскажут о сложностях стыковки, например, как итог своего рода этого мероприятия, ну и в целом о сложностях космического полета. Вот, возможно, такие мероприятия. Это, конечно, было бы очень интересно, на самом деле, тем более, если бы при участии самих участников такой вот стыковки, да, причем такой экстремальной. Самой сложной. Самой сложной, да. Такая информация из первых рук, можно сказать. Ну да. Какой у нас вопрос, что там завис пока воздухи без ответа? Зачем космонавты берут с собой в полет маленькую мягкую игрушку? Вы, ребята, знаете ответ? Да. Нет. Почему нет? Нам, между прочим, говорили во время экскурсии. Ну это достаточно распространенный факт. Кто-то, видимо, не туда слушал. Ну много всего интересного услышал по этому. Нет, ну правда, рассказали очень много, даже вот мы были не очень долго, как бы, и нас как бы немножко галопом по Европам провели, чтобы везде успели побывать, начиная от крыши и кончая вот этим вот роботом на входе. Мечте, тебе робот понравился? Да. Что тебе больше всего о нём понравилось? Во-первых, это его вид. Ну так сказать, смешной. Мне больше всего понравилось, когда мы пришли, говорим, а он работает, нам что ответили? Он заряжается. Он заряжается, то есть мы знаем, что сразу... Ну да, космику надо отдыхать иногда. Потому что он как мобильный телефон, точно так же, значит, в розетку и на зарядку. А тебе понравился робот? Да. А тебе что у него понравилось? Он всякие смешные песенки и стихотворения рассказывает. Помнишь песенку, которую он читал, пел? Ну там... Нет, не помнишь тоже, да? Нет. Отгадывал. Символы. Символы отгадывал. А ещё он... Танцевал. Танцевал, конечно. Но это вообще здорово. Вот так это... Кстати, этот робот, это подарок Виктора Петровича Савиных нашему детскому космическому центру. Производят такие роботы в Перми, компания Промобот. Вот они активно также взаимодействуют с Соединёнными Штатами Америки по реализации данных роботов. А эти роботы, они только вот для того, чтобы детей веселить, или они что-то серьёзное делают? Нет. Они могут выполнять разные функции консультативные. Ну, то есть рассказывать не только, допустим, о музейной деятельности нашей. Это просто наша специфика, туда заряжена, так скажем. То есть информацию, которую туда хочется поместить, собственно, ту и он будет воспроизводить. Но, в принципе, его можно использовать совершенно... Для разных целей, абсолютно. Но вот сейчас есть тоже роботы, у которых руки уже такие самые, ну, почти человеческие. Тоже достаточно интересно. Опять же, это уже промо-бота Пермского. Вот так вот. Они уроки умеют делать? Уроки? Ну, уроки, наверное, ещё пока нет. Жаль. А ты хотела бы использовать для личных целей? Ну. Чтобы он с тебя ещё уроки делал? Чтобы полезные вещи... А вдруг неправильно сделают? Может, может. Они же хитрые. Как он вас с этими символами-то обхитрил? Там просто, если кто из наших студентов не понимает, то есть там можно... Робот задаёт простую задачку человеку, да? Ну, знаете, такое, загадайте какое-нибудь число. Все люди всерьёз загадывают какое-нибудь число. Может, по радио не надо это говорить? А нет, просто говорю. Он угадывает потом, какое число ты загадал. Задачка-то очень простая. Ну, когда это робот тебе говорит. Это ладно, если тебе одноклассник так знаешь, что было бы понятно там. А робот, конечно, впечатляет. Вот видите, понравилось очень. Вопрос у нас какой там остался без ответа? Зачем космонавты берут с собой маленькую мягкую игрушку в космический полёт? Ну, хорошо. Пусть тогда люди думают про маленькую игрушку. У нас кто следующий вопрос задаёт? Миша, задай, может быть, пока думают над этим. Раньше планетарий находился в храме. Когда раньше? До того, ну, в СССР. В СССР, в советское время. В городе Кирове. Да. Сейчас этот храм передан церкви. Он находится на улице Степана Халтурина. Она раньше так называлась в советское время, да. В честь него даже остановка названа. В честь храма. Да. И что же это за храм? Как называется храм? В котором раньше находился планетарий. Да. Вот до того, как он... Он ещё до вас переезжал, там другое место. Ну, конечно, вот я не знаю. Вы были в старом этом планетарии? Был, но давно. Я тоже был очень давно, потому что как бы в школьные годы. Но такое изменение просто кардинальное. Потому что я помню, тогда-то я это впечатлял очень сильно, когда вот этот купол и всё. Ну, а здесь, когда такая уже техника. Ну, здесь современный цифровой планетарий, как уже говорили, производство такое. Иностранное. То есть, серьёзно. Уровень такой очень... Ну, действительно, вот крупнейших планетариев, как в Санкт-Петербурге, вот известной, в Москве. То есть, уровень планетария действительно такой. Насаду ли, правда, очень интересно. Вот я просто рекомендую всем нам, слушателям, когда у вас будет свободное время, не забывайте, что в Кирове появился такой прекрасный космический центр. Понимаете, вот оттуда можно прийти, вот смотрите, вы говорите, планетарий, разработают просто как кинотеатр. Да, по сеансам. А вот, наверное, на остальные какие-то залы посмотреть, экскурсию пройти? Можно экспозицию, можно заранее прийти, можно в индивидуальном порядке. Вот я, конечно, вижу, что просто человек с утра проснулся вот сегодня, да, и у него есть свободное время. Да, с 10 часов можно прийти в любое время, посмотреть все экспозиционные залы, познакомиться со всеми экспонатами, самостоятельно пофотографироваться. Очень у нас интересные зоны есть, кстати говоря, для сыра. А там фоткаться можно? Можно, конечно. А вы чего не фоткались? Почему, когда ходили? Стеснялись. Стеснялись. Ладно, вас Вера сфотографировала, так что фотографии с подарок будут. Очень популярное место у нас для фотографирования. У нас есть такие макеты планет большие. Дети на них очень любят залазить и на них фотографироваться. А это где? Почему у нас туда не сфотографировали? Рядом с роботом, недалеко. Да? Фойе, да. Под лестницей. Ну, недалеко от лестницы. А вообще вот этот центр, вот смотрите, там, вы говорите, будет клуб космонавтов. А там еще что-то вот будет такое вот для детей, чтобы куда можно постоянно ходить люди, которые либо хотят стать космонавтами, либо просто любят астрономию, любят космос? Ну, помимо мероприятий, допустим, в планетарии вот у нас несколько мероприятий, есть стимул прийти несколько раз. Также у нас будут разного рода клубы. Вот про клуб виртуальной космонавтики мы уже поговорили. У нас еще есть своего рода музейные уроки, поскольку космический центр, это, наверное, в первую очередь музейное учреждение мы являемся. Вот у нас есть музейные уроки, которые затрагивают самые разные темы. Это, например, деятельность Юрия Алексеевича Гагарина. Это история ракетной техники. То есть вот такой вот материал. Но это уже как бы надо для коллективного посещения. Да, коллективное посещение. Да, можно так. Кроме того, у нас будет еще с сентября работать клуб робототехники и авиатроники. Ну, авиатроники еще, наверное, многие не знают. Это, представляете себе, квадрокоптеры. По конструированию вот таких вот очень интересных аппаратов. Я думаю, это уникальная такая вещь, которой практически, наверное, нигде нет. Я бы даже сказал, нигде, скорее всего. Скорее всего, нигде, потому что я впервые слышу. Поэтому очень надеемся, что у нас это будет работать. Евгений, вопрос такой. Откуда в Кирове, городе, ну, кроме того, что это родина одного космонавта и там место детства другого, специалисты взялись, чтобы все это организовать и сделать? Пока мы будем держать это в секрете. То есть вы не говорите, откуда все это взялось? Пока, да. Потому что вот я удивился, мы пришли, помните ведь, да, нам тут же рассказали здесь, да еще так рассказывают. Такое ощущение, что человек сам там побывал. Хотя вроде бы откуда бы, да, вот у нас. Это кировские все? Да, вот сотрудники наши все кировские, самых разных специальностей. То есть у нас собрался такой коллектив, который как бы взаимно дополняет друг друга. То есть это и историки, например, я сам историк. Есть люди с таким техническим уклоном, есть люди-химики. Притом, допустим, у нас в планетарии работает специалист по химии, который сейчас в аспирантуре как раз учится. Но его хобби – это астрономия. Кстати, его зовут Алексей Сыпчин. Он также проводит, допустим, островы езды. Это такое мероприятие, когда собираются вообще незнакомые друг с другом люди в указанное время, и они вместе едут за пределы города, ну или же в пределах города, и наблюдают различные небесные явления. Естественно, он делает анонс, Алексей, перед этим, и смотрят в телескоп за какими-то небесными явлениями. Я, например, ездил, если правильно помню, в 2016 году вроде бы, мы наблюдали, собственно, планеты. Там как раз был парад планет, вроде бы, и очень хорошо их было видно. То есть у него свой телескоп какой-то есть? Да, у него свой телескоп, да. Ну, на самом деле, нам в этом плане не очень сильно повезло, потому что Киров достаточно такое проблематичное место в плане наблюдения за небом, потому что идет очень сильная засветка. Вот даже ночью, иногда вечером, когда вы выходите, не видно звезд. А это с чем связано? Да, с тем, что идет засветка как раз. Это из-за того, что сам город, или это просто у нас такое... Место такое не очень хорошее, вот в плане наблюдения за звездами, вот очень хорошо видно, допустим, вот в пустынях за звездами, там как раз, кстати, вот я точно не помню название пустыни, расположен самый крупный телескоп, например. Но это связано именно с тем, что это город здесь у нас, что какие-то вот эти все окна у всех горят, там кто-то... Четыре цветащиеся объекты неба запускают. Вот так. Так, у нас два вопроса висят, и никто на них не отвечает. Значит, вопрос от Евгения про мягкую игрушку. Да. Зачем космонавты берут с собой мягкую игрушку, космический полет? И вопрос Михаила. Где раньше находился планетарий? Где раньше... так. Храм. Храм, в котором находился. Миш, ты уже совершенно это все перепутал вопрос, ты говорил по-другому. Так вот так можно всех запутать. Мы знаем, где он раньше находился. Ты сам сказал, что он находился в церкви. Да. А вопрос был такой, как сегодня называется этот храм, то есть как он и раньше назывался, то есть для того, как мы поместили в храме тариф, да? Но сейчас название к нему вернулось. На улице... Степана Халтурина. ...которая называлась в свое время Степана Халтурина. Там один храм, ребят, ну вы должны как бы, наверное, это знать, а то мы все про космос, про космос, вот что. Вот. Что еще, ребят, вам запомнилось? Ну, что ты думаешь? Может, какой-то экспонат уникальный понравился вам в экспозиции? Где надо было крутить ручку и вихрь. А вот этот зал интересный очень, да? Это интерактивный зал, астрофизические явления, где размещены интерактивные экспонаты, которые, собственно, могут отражать различные явления, которые происходят как на Земле, так и в космосе. Вот. Экспонаты, они достаточно простые, но могут продемонстрировать достаточно сложные явления. Допустим, экспонат пропеллерный или реактивный, там при нажатии кнопки будет работать пропеллерный двигатель и поднимать грузик, и реактивный двигатель тоже будет поднимать грузик. Если откачать оттуда воздух, то пропеллерный двигатель, он будет работать, но грузик поднимать не будет, потому что нет воздуха и не за что как бы зацепиться, да. А реактивный двигатель продолжит свою работу. Грубо говоря, это наглядное объяснение, почему в космос летают не на вертолете, а именно на ракете. А вот там, где вы ручку крутили, там что демонстрировалось? Черная дыра. Правильно. Черная дыра или водная воронка, действительно. То есть, в принципе, принципы сидят тоже, да. Принцип похожий, да. Самый наглядный, наверное, там экспонат понравился вам. Это генератор облаков. Тоже достаточно простой, очень интересный. Ой, это не оттащить было, да. Такое это. Да, когда нажимаем, действительно, там такие облака вылетают. И очень, когда к нам ребята приходят, они всегда очень долго около этого экспоната находятся. Воздушная пушка, если я не ошибаюсь. Генератор облаков, он правильно не будет называться. А, потом вы еще смотрели, как там сезоны меняются на Земле, да? Когда осень. Да, теллурий, то есть, можно посмотреть периоды осеннего равноденствия и так далее. Слушайте, ну там ведь, я вот как посмотрел, там было три человека, да, они как бы взялись этот крутить-то диск. А если там экскурсия такая массовая приходит, как часто ли ремонтировать приходится? Ну, да, действительно, ребята очень активные. Этими вещами пользуются. Ну, по степени надобности. Но экскурсоводы у нас очень внимательно следят за ребятами, чтобы ничего такого. Я думаю, за большой этой компанией не уследить, наверное. Ну да, особенно если это маленькие, бывает сложно, но тем не менее мы стараемся. Ну, они ведь, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. И что это такое, и как это работает. И дети могут даже самостоятельно с этим разобраться, с этими интерактивными экспонатами. И вообще эти интерактивные экспонаты сейчас очень популярны. В России, за рубежом их активно пропагандируют, так скажем. Так что что, ребят, пойдем еще в детский космический центр? Да. Пойдем? Все, осмотрим на этот раз, на второй поход. Все, потому что мы, оказывается, еще не все и видели. Хотя были довольно долго там, да? И даже посмотрели еще. А, второй-то фильм мы смотрели на странном таком экране, где двойной. Внизу. Да, это экспозиционный зал исследования космического пространства. Он уникален тем, что вот кроме экспонатов, которые там представлены, вы, наверное, обратили внимание, что там очень много различных спутников космической техники. И, кстати, там представлена самая настоящая солнечная батарея. Это часть одного из спутников. Кстати, эти экспонаты передал наш знаменитый земляк, тоже Николай Алексеевич Чистоедов. Он руководит одной из фирм Роскосмоса. Это крупнейшее предприятие, которое занимается космической деятельностью в нашей стране, где они производят спутники. Он нам передал вот такие экспонаты. По-моему, из Амутнинска родом. Да, из Амутнинска. Это нам тоже сказали. И этот зал уникален тем, что там есть 6-метровый экран на стене. И на полу специальная зона выделена под создание такой атмосферы, как будто находишься на другой планете. И на этом экране демонстрируются различные ролики, допустим, про Марс, про Луну, про освоение других планет. Вы, наверное, посмотрели какой-нибудь ролик. Про Землю. Про Землю. Про Землю, да. Про Землю есть тоже. То есть, такой зал очень интерактивный, интересный. И тоже, вот, робот вам, наверное, такая Савва понравилась. Тоже интересный. Да, забавно. Там, конечно, очень много вообще интересных экспонатов. Они просто даже заставляют надо задуматься. Вот, кажется, ну, вот костюм тут вроде понятно. И то есть, сколько вопросов, да, возникло, там, пропускают в воду, там, или что-то еще. А там, помните этот костюм, который имитирует, ну, например, тяжесть-то какую-то, чтобы ноги-то у них не расслаблялись там в полете. Пенгвин. Пенгвин, да. Да, космонавты также занимаются спортом. Кстати, мировой рекорд по длительности пребывания в космосе был поставлен российским космонавтом Геннадием Падалкой в космосе. Он прожил 2,5 года, ну, за 5 космических полетов. Фамилия такая, значит, опасная для космонавта. А, смотрите, 2,5 года. И, естественно, что за это время мышцы космонавтов могут очень сильно ослабнуть, поскольку мы с вами ходим по Земле, у нас постоянно работают мышцы, и мы с вами ослабнуть практически не можем. А космонавты, когда летают, их мышцы не напрягаются. Кстати, в космосе во время полета они могут очень сильно растянуться, стать выше. Кстати, вот недавно японский космонавт вернулся, он вырос чуть не на 20 сантиметров, если я правильно помню. Вот, и даже волновались по поводу того, что, как его возвращать на Землю, потому что все костюмы космонавтов, они индивидуальны. Ну, во время приземления, и тот же, вот вы говорили про ложемент, он тоже изготавливается индивидуально под космонавтом. Под размер. Да, под размер. А он бух и на 20 сантиметров длиннее. Да, да, да. Это была проблема. Неожиданная такая проблема. А как он в итоге вернулся? Ну, не возникло проблем, в принципе, без каких-то сложностей. Впихнули его в ложемент, короче. Засынули ложемент, и все нормально слипался. Хочешь на Землю, хочешь залезать. Все с ним хорошо было. Ну что, что-то у нас на наш вопрос не отличает. Видимо, либо на самом деле все уехали. Кто знает отдыхать. Кто-то, может, спит. Кто-то не проснулись, а кто-то, может, и сложные вопросы задает. Ну, не знаю, так или иначе. Мне кажется, сегодня у нас прошла очень интересная передача. Мне, по крайней мере, понравилось. Ребят, вам? Да. Понравилось, да? То есть мы договорились, мы еще обязательно все посетим наш космический центр. Ну и, конечно, пожелаем нашему космическому центру, чтобы все ваши планы исполнились. Спасибо. Чтобы ваши клубы возникли и работали, чтобы обязательно провели этот чемпионат и показали этим москвичам, где на самом деле у нас столица космическая. Спасибо, постараемся. Это была программа «Открывашка». Она у нас подошла, к сожалению, к концу. Поэтому мы желаем вам всем прекрасного настроения, здоровья. Будем встречаться каждое воскресенье на волне 101.0 в 10 часов утра. Всего вам доброго. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Детская познавательная программа «Открывашка». Продолжение следует...